Номер 13 Все, кто следят, да не знают, конечно Есть тут книги, пожалуйста Может тут всех уже есть, да не надо, но здесь книги Кремль, наверное Все, тогда мы начинаем Речь пойдет, у нас короткий текст Короткий текст Естественно, мы его закончим Сегодня, чтобы была цельная картина Если сказать одной фразой То Давид Амелов здесь Обозревает Мы не должны удивляться этому Обозревает Все На плохом русском языке Я скажу, галу ты Так нельзя говорить по-русски Но есть галу ты Есть как на множественном числе это сказать Все галу ты, которые наш народ должен пройти Как всегда есть плоскость всего народа Есть плоскость человека Человек тоже проходит эти этапы И эти явления Он проходит через это Через эти трагедии в своей личной жизни Потом Он называет какие-то вещи Говорит Вот если это изменить То тогда и будет изменена История вообще народа Или одного человека Мы посмотрим, как это здесь выглядит Начинаем Первая фраза Ламиноцеях Мизморный Давид Уже мы знакомы С словом Ламиноцеях Это означает Тот, кто управляет всем Минацеях Тот, кто управляет всем миром То есть Давид Амелов Ему Для него говорит Ему говорит Ему обращается А мизморный Давид Это значит, что душа его Мизмор Это в данном случае Пение души Или ощущение души Чувство души Ламиноцеях Мизморный Давид Ад Ана Гошем Тишкахэни Неца Сколько Всевышний Ты будешь меня Забывать Сколько ты меня забросил Навсегда Вот сколько-то может продолжаться Что ты меня забросил Навсегда Или надолго Первая его Фраза Следующая Идем Это в этом уже По сути Ад Ана Тастир Эк Панеха Мимени Сколько Времени будет продолжаться Что ты скрываешь Своё лицо От меня Как всегда Мы сначала читаем А потом Я даю уже Другие объяснения Вглубь Пока мы Это только перевод Это не объяснение Это перевод Следующее Третье Ад Ана Ащит Эйцот Бен Афщи Сколько же будет продолжаться Что я Сам должен Находить ответы Находить решения Сколько это может продолжаться То есть я Один Я брошен В одиночество Ягон Бил Ваги Йома Скажем так Переведем Все время В сердце Печаль Все время В сердце Печаль И Конец Уже Этой фразы Ад Ана Ярум Ойви Алай Сколько Времени Может продолжаться Что Мой враг Он Побеждает Меня Он Надо мной Находится Он выше Меня Сильнее Меня Вот Такая Мысль Здесь Итак У нас Первая Половина Нашего Таили Эти фразы Чтобы Их Понятно Сразу Даю Ключ К ним Ключ Мне Хочется Сегодня Именно Говорить О народе А не о человеке Посмотрим Что Может Сказать О человеке Давид Амелла Назначает Четыре Галут И Про каждому Сколько Он Может Продолжаться Вы Скажете Как Может Как Так Можно Говорить Галут Начинается Галут Кончается Поэтому Что Значит Сколько Может Продолжаться Каждый Галут Имеет Свой Конец Кроме Может Быть Последнего Который Не Определен Но Все Другие Какие-то Концы Имели О Каких Галут Мы Говорим Есть Галут Первый Это Бавел Бавилон Бавилонский Галут Когда Евреи После Разрушения Храма Ушли На 70 Лет В Изгнания Внутри Него И С Перехвостом Небольшим Это Второй Это Галут Парас Называется Персидский Галут Мы Помним События В Пуре Мегелат Эстер Персидский Галут Галут Парас Третий Каждый Своё лицо Умеет Один Не похож На другой Мы сейчас Таймём Третий У нас Галут Яван Греческое Изгнание Своё лицо Ну Сразу Можно Сказать Что Во время Галут Яван Мы Находились На земле Израиля Однако Называется Галут Яван И Четвёртый Это Галут Эдом В котором Мы сейчас Находимся 2000 Уже Лет Галут Эдом Эдом Это Талмудическое Название Нельзя Его Так Просто Объяснить Слово Эдом Это Имя Исава У Якова Брат Исав Он же Назывался Эдом Как вы помните Причём Здесь Старагалут Эдом Но так Мы видим Что корни Других Народов Их Скажем так Математически Определ Корень Противостояния Других Народов По отношению К евреям Находится У Исава Исав породил Эти корни Он Скажем так Заложил Основы И Когда Его потомки Распространились И перешли В другие народы Они там Пробудили Это Они Пробудили Это И это Взошло На избитом Русском языке Пышным цветом Расцвело Во всем мире И поэтому Наши учителя Это назвали Галут Эдом То есть Мы Мы находимся По отношению К человечеству Галут Эдом Где Наиболее яркие Проявления Галут Эдом Изгнание Эдом Или все это Было Когда Римская империя Захватила Нашу землю Нашу страну Разрушила Второй храм И натворила Здесь Те дела Которые Они натворили Это было Непосредственно Галут Эдом Потому что У нас так считается Что квинтэссенция Эйсава Или Эдома Это Рим И И сегодня Рим продолжается Хотя никакой Это уже не Рим А мы смотрим Сегодня Какие империи Возникают Какая империя Поднимается вверх Другая Опускается вниз На данный момент Наверху Находится Империя Соединенные Штаты Америки То есть Это главный враг Еврейского народа Сегодня Как это ни странно Звучит Но И это не значит Что это последнее Нет никаких данных Нет ничего Хуже Неправильное Это конкретные Явления Общественные Политические И прочее Тут же переводительный Азик Танаха И говорит Вот пророк Такой-то сказал Вот это вот здесь Вот Ишаяу Скал так Это он сказал Про Соединенные Штаты Например Или про Советский Союз Или про кого угодно Так нельзя говорить В принципе У нас нет данных Можно и нужно сказать Это очень похоже Вот Ишаяус Вот так Это очень похоже На то что происходит Но сказать Что именно это Это очень наивно Смешно И на это есть фразы В наших книгах Часто в Талмуде Бывает В других книгах Когда кто-то Что-то утверждает А ему говорят Как же ты можешь утверждать Ты что пророк И он сразу идет На шаг назад И говорит Я не пророк Я не сын пророка Потому что Самое неправильное Для нас После разрушения Первого храма Уже 2300 лет Это говорит Что я пророк И я знаю После того Как генератор Пророчества Был уничтожен При разрушении храма Пророков у нас В народе Больше не было Кроме тех Кто родились еще До разрушения Но жили даже после Ну сколько человек После 50 лет Живет 80 лет Поэтому Мы перехлестнули Время Разрушения храма Вперед И из Вавилонского галута Вернулись пророки Мордыхай Всем известные С книгами Игнат и Стер Эзра и Мехемия Пророки были Кто еще Фагай Захария И Малахи Три пророка И все Больше не было Они Вернулись Они Потому что Родились еще До разрушения Первого храма Так они еще Были пророками После этого Все 2300 лет Нет пророков И Любой намек На это Всегда Любой из наших Учителей Без исключения Исключения Это для одного Сразу Отходит назад И говорит Я не пророк Я не сын пророка То есть Я нормальный человек Потому что Пророчество Это не есть Удел нормального человека А лжепророчество Это удел Ненормальных людей Есть люди Ненормальные Они пророчествуют Но это лжепророчество Потому что Что такое Лжепророчество Это не значит Что это обязательно Лжепророчество Значит Это смесь Непонимаемая Людьми И самим этим Человеком И там может быть 90% лжи И 10% правды А может быть 70% лжи И 30% правды Это все Лжепророчество Потому что Ты ведь никогда Не знаешь Что правда И что ложь Так как тебе поможет Даже если заранее Сказ У него 70% правды 70% лжи И 30% правды Но ты же не знаешь Где эта правда будет И поэтому Это ни в коем случае нельзя И поэтому Сразу шаг назад И вот эта фраза Я буквально Цитирую Эта фраза Она повторяется Очень много Это Значит Такое как бы Видение Немножко уже Более расширенное И вот здесь Давида Мелла Описывает нам Четыре этих Галута По отношению К каждому У него есть Вопрос Сколько это Будет продолжаться И я уже Вначале Помните Спросил Странный Вопрос Ведь все Кроме последнего Уже закончены Он уже Видел Эту пророчество Вперед Будем считать Что он живет Сегодня Будем считать Что его Текст написан Сегодня Как можно Задавать Эти вопросы А именно Помните Адана Сколько Будет продолжаться Но уже Известно Сколько Будет продолжаться То есть Ты же Знаешь Уже И теперь Мы Из народа Перейдем На душу Человека На своего Человека Все Все эти Галуты Проблема Полностью Не решена Так Ты Находишь В голову Проблема В душе Осталась Технически Твое тело Находится В одном месте А душа Неизвестна Как Игуда Олевий Сказал И мы Читаем Это В Тиша Беар Его слова Есть Кино Мы Книгу Кино Читаем В Тиша Беар И есть Слова Что Начинается В тексте Со слова Циен Всем таких Текстов Мы бы Сказали На светском Языке Стихотворение Но я не могу По отношению Большого Талмитха Хам Рабина Иуда Олеви Его тексты Называются Стихотворениями Пьют Им надо На иврите Сказать Тогда это Легче Но я же Даже по русски Перевести Трудно сказать Пьют Как поэт Поэзия И вот Циен Назать Циен Так и так Потом следующий Опять Циен И так И в одном Из них Говорится Известнейшие Слова Они На иврите По русски Известные Они Бамарак Билиби Бамизра Я на западе А сердце Мое на востоке То есть Тело мое В одном месте А сердце Душа В другом месте Он был В Испании Так он Тело на западе А сердце В Израиле На востоке Поэтому Это восток И не был То есть Мы видим Что есть Телесная ситуация Духовная Телесная Мы уже Вышли Из галута Вавилонского Персидского И греческого Мы уже ушли Мы не находимся В этой галуте А душа Душа Может еще Находиться Там Мы должны Вскрыть Эти корни И поставить Где мы Находимся И вот Теперь Давайте Разбираться Итак Мы начинаем Это Вторая фраза У нас В книге По Продолжаться Мое чувство Что ты бросил Меня Навсегда Это По отношению К первому галуту Вавилону Почему Первый Он же И главный То есть Я хочу Чтобы Почувствовали Немножко Что такое Был первый галут И Мы были Здесь На земле Израиля Это все понятно Мы Как народ Жили Временами Лучше Временами Хуже Но мы Жили здесь Ярушалаем Был Бет Мигдаш Был Еврейские Цари То есть Пирамида Была Был царь Лучше Был царь Хуже Но пирамида Была Самгедрин Был Тамидей Хаховим Был Суббота Была Кашрут Был Все Это Юбилейный Год Был Шмита Была Хуже Лучше Сейчас Я не оцениваю Как Ясно Что раз Ушли в Галут То Золотую медаль За это Не получают Галут Это не золотая Медаль Галут Это наказание Ясно Что было И все В порядке Но ясно Что и было В порядке Потому что Если бы Было Вообще Тотально Все плохо То мы бы Здесь не жили Сотни лет А это бы Раньше Ясно Что за эти Сотни лет А когда Барахамин Терпит Терпит Почему Не потому что Тупо терпит А потому что Лучше И хуже Как лучше Есть основания Для того Терпит Хуже Нет оснований Но все время Это идет То есть Ее за что Зацепиться И опять Дать кредит Знаете В банке Кредит дают Ты приходишь Как-то часть Долго отдал Все не отдал Но ты уже отдал И просишь Я вам был должен Десять тысяч Вот восемь Я уже отдал Дайте мне еще пять Дать Не дать Начальник банка Может дать Он видит Что человек вернул Почти все Дадим ему еще И вот этот кредит Это рахманут Это Мы говорим Помните Биркат Амазон Гарахаман Так Гарахаман Так Потому что Он Гарахаман Гарахаман С большой буквы Все время дает Кредит доверия Но кредит Дается только Если возвращаются Деньги Если человек взял В банке Деньги И не собирается Возвращать Его могут Призывать Увещевать Наказывать Одно Только не сделай Точно Не дадут Еще кредит Дайте Я вам должен Десять тысяч Дайте мне Теперь двадцать Я верну из них Десять Я уже не должен Извини Но ты теперь должен Опять десять Так что ты Вот так вот Из одного кармана В другой переложил Как будто бы Что-то сделал Так не получается В реальной жизни Так может быть Только во сне Но реально Так не может быть Надо вернуть И тогда ты имеешь Основание Для чего-то другого А когда был Разрушен храм Было ощущение И оно до сегодняшнего дня Вот почему Этот галут у нас сидит Оно до сегодняшнего дня Ты забыл нас навсегда Потому что Никогда Этот первый храм Не был восстановлен И если вы скажете Что через 70 лет Был восстановлен Второй храм То по отношению К нему У меня есть такое Патентованное Мое изобретение Но я как говорится Его готов отстоять В любом споре И говорится Я продумал Не просто так Что второй храм Это лаборатория Это не настоящий храм Он имел здание Он имел коганин Там были действия Но что Причем Даже Я даже смешно сказать Что я придумал Не я придумал А это в Талуле говорится Есть Даже в Перке Вот говорится В Перке Вот говорится Там где Помните Излагаются Чудеса Которые были в храме В каком-то храме были Это они в первом храме были Во втором их уже не было И уж целого ряд Элементов Не было во втором храме В принципе Скажем В той миноры Не было В той первой Что там говорить Лухот Абрит Главное дело Вот это генератор Пророчества Из-за него Потом и не было Больше пророчества Что пропасть Лухот Абрит Вот эти вот Скрижали Целые и поломанные Два типа Две пары скрижали Были только В первом храме Когда пришел Новых Адмецер Они погрузились В храмовую гору И там находятся До сегодняшнего дня И говорится Что они сами Выдут наверх Что мы видим Кто их спрятал Царь Шламов Царь Шламов Спрятал Да Вы такое Медраж Чувствовали Оставим Медраж В стороне Хорошо Значит Мы только одно Сейчас скажем В принципе Что в первом храме Было И На выходные Эти Враги Не тронули Это Потому что Не могли тронуть Все ушло В землю Медраж Про царя Шламов Оставим В стороне Ладно Получается Что Математически Точно Второй храм Не есть Первый храм Потому что Второго храма Этого не было А это был Генератор Это генерировало Духовность Почему не было И пророчества Второго храма То есть Мы видим Это отсюда Мой патент Второй храм Называю Лабораторным Он имел Значение Там все вещи Были внешне Такие же Минора была Это Ковчег был Только внутри Не был ухода Брит Их нету Фальшивые же Нельзя сделать Но все Что можно было сделать Было сделано Лаборатория Знаете На уроках В школе Ходит Физическая лаборатория И там Делают эксперименты Химические Но это же Не жизнь Это не правда Это похоже На жизнь Это чтобы Научить Человека Чему нибудь А настоящая Жизнь Она другая Вот этот Нецов Откуда берется Жертвы приносили Да Потому что Жертвы Разрешаются Даже сегодня Может его Приносить Если бы Там некоторые Условия Вы выполнили Жертвы И храм Это не одно и то же Это разные вещи Но разрешается Приносить жертвы Только на горе Храмовой Нельзя приносить В другом месте Для этого Только пророк Как Илья Уганови Который Принес жертвы На горе Харвель Это гора Чаа Который Только уровень Пророка Или может быть Весь сангидрит Понимаете Да Но на храмовой Горе Сегодня Можно приносить Тоже Харбанок При определенных Условиях Которые Надо было бы Выполнить Но мы Их не можем Выполнить Но к храму Это не имеет Отношения Харбан Это одно Храм Это вот эти Его функции Это другое Сангидрин это третье И может быть Сегодня сангидрин Нет запрета На это Но опять Мы не хотим Чтобы это делать Высший Равинский суд Абсолютное Который имеет Абсолютное право Сравнимое С пророчеством Это не Сегодняшний суд Это суд Слово которого Не может быть Изменено Уже Короче Имеет Очень большие права Сангидрин Был при втором храме Например Хотя второй храм Не был Как первым Но сангидрин Поскольку Он не зависит От понятия храма Он же был Начинает Моши Робейну Сразу был Моши И 70 его Учеников Скажем То есть Сангидрин Это одно Храм Это другое Карбанот Это третье Я думаю Я думаю Он бы построен Всевышний Сказал Мешкан Построить Еще раньше И сказал Приносить туда Приношение Мешкан Но сам Мешкан Это нужно Для того Был генератор Очень высокой Духовности Когда он Иршах Убрала Ягдав Иерусалам Это город Что все Объединил Вместе И теперь Вы понимаете Что Храм Раз Сангидрин Два Карбанот Три Приношения Все это было Иерусалами Но сами Они по себе Разные вещи Совершенно И когда Обстоятельства И законы Торы Позволяют Мы можем Делать Различные Вечи Например Принести Карбанот Только Пожалуйста Не слушайте Мои слова Так Чтобы завтра Утром Всем поехать В Иерусалим И начать Приносить Карбанот Я сказал Должны Определенные Условия Выполниться Но они Могут быть Без Храма Сангидрин Пожалуйста Может Завтра Сангидрин Нет проблем С этим Но нужно решить Некоторые другие Условия Наши Там Определенные Не хочу В них входить Не важно И храм Это третий Храм мы вообще Строить уже Не можем Третий храм Мы не имеем Права даже Строить Потому что Он должен быть Построен Огнем Пока Должен Баругу Должен Построить Мы сангидрин Мы можем Карбанот Мы можем Пара Дума Вот это Знаете Пара Дума Мы можем Я был В эту Субботу Рядом Фарфасидин Там Фарфануар Такое Учреждение И там Попросили Чтобы в субботу Провел Наши публика Руссказычная И там Во время Экскурсии В субботу Нам показали Знаменитую Корову Пара Дума Она Сучку Да Я ее видел Видел Я его видел Да Она уже Правда Не в села У нее У нее Там 3-4 Волоска Появились На хвосте Не рыжие Вот Но это Не имеет значения Что сделать Нельзя было Короче Она Аннулировалась Потом Там Примерно Трехмесячный Теленок Тоже Такой же Но Это Женский Рост Не подойдет Под кандидатуру Пара Дума Но С точки зрения Своего цвета Кожи И всего Я впервые В жизни Это увидел Сам То есть Это Прямо Реальная Вещь Которую Можно Посмотреть Ну как Абсолютно Да Абсолютно Полностью Все Включая Ресницы Все Густо Рыжего Цвета Такого Знаете Темно Количневого Рыжего Так как Я могу Понять Цвета Я Небольшой Специалист Но Примерно Вот так Густо Рыжего Коричневого Цвета Можете Поехать И посмотреть Это Так же Легко Как я Посмотрел Это Показывает Каждому Кто Хочет Проблем Нет Она Там Существует Эта Корова Приносит Молоко И она Реально Живет Как-то А? Да Неожиданно Причем Ее Папа И мама Не Такие А у этого Теленка Вы спросили Тоже Папа И мама Этот теленок Не от этой Рыжей коровы Это от другой То есть Там Котоген Завелся И не знаю Что это означает Я не хочу Сказать Все Может быть Подготовка Ближе Да Ближе Видите Вот Готовимся Это Совершенно Серьезно Единственное Что Не надо Из этого Шума Поднимать Потому что Проблема Давида Как мы сегодня Читаем Это Духовные Проблемы Не от коровы Все зависит От нас Все зависит Но корова Нужна Потому что Без такой коровы Нельзя провести Процесс Очищения Тогора И мы не можем Предполагать Один из элементов Которые мы аквим Которые должны быть Без них Мы не можем Но мы видим Когда нужна будет Эта корова Проблемы не будет А что эта корова Уже рожала Опять Я не могу Задать этот вопрос Я не могу Я не изучал Потому что она Все равно Не в села Она уже Не относится к делу Ее уже Как бы нет Она уже Обычная корова Она Статистина Выглядит Как та Оригинальная Но поскольку У нее появилось Больше Чем Один Волосок Уже несколько Появились Не красного Цвета То она уже Потеряла Всякий Галактический Интерес Она обычная Корова Она просто Интересна для глаза На нее интересно Смотреть Огромная корова Совершенно рыжая Этих же Волосков Я все равно Не вижу Их не видно А так Она совершенно Вот такая Густо Коричнево Рыжего цвета То есть это возраст Когда появилась Седина Умерла Я не скажу Что седина Не знаю Она не такая Уже пожилая Она очень Не пенсионного Возраста Она У меня на глаз На глаз Ей на полтора Года Два года Мы за коровы Она уже достаточно Взрослая Уже совсем Возраста Да Они Пора Я думаю Возьможно Вы сказали Что третий Крам Может быть Построен Огнем Да Это значит Над естественным путем Над естественным Работаем Видите Я же сказал Мы из Галута Выйти не можем Мы говорим Про первого На второй Третий А мы утверждали Никуда Вот мы тут сидим С вами говорим Никак не может Давайте пойдем Вперед Хорошо С вашего разрешения Вы почувствовали Почему Нецер Говорится После разрушения Первого Храма Мы руки Вверх Подняли В этом смысле И ощущение Что все вышли Ощущение Не говорю Что это правда Он не бросил нас Мы говорим Ощущая Человек Ощущая Что ему холодно А у него не холодно У него просто Температура поднялась Он заболел У него дрожит Но в комнате Тепло Вот это ощущение Температуры И болезни Это есть И вот это Давид Амелов Выразил Каждого из нас Этот вопрос Сколько же Это может продолжаться Это по отношению К первому Изгнанию Второе Продолжаем чтение От Анна Тастир Эт панеха Внимени Сколько ты от меня Скрываешь Своё лицо Свою суть Своё проявление Ну тут не надо Много знать Как сразу чувствуется Что это Галут Парас Почему Тастир Это что Гастер Паним Скрытие лица И имя Этой женщины Эстер Связано С Эстер Паним Значит мы видим Что речь идёт О Галуте Этого Галута Парас Эстер Паним А какой был там Эстер Паним Что за Эстер Паним Была ситуация Были евреи Они во всех 127 областях Были И КГБ Местное было подготовлено Генштаб Получил распоряжение То есть В один день Всех взять И на этом покончить Ну кто там Убежит Куда ты убежишь Собственно Я проводил когда-то Ещё До Горбачёвска Брежневские времена Я проводил Летом Экскурсии В Риге Так получилось Сам научился Этому Евреи приезжали Я проводил Экскурсии Рига Интересный город Это прямо К нашим делам Относится Это единственный Город В Европе Где 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 было Гетто Не Обнесённое Забором Стеной Ничем Ни проволокой Чем Это просто Вот Позовут там Три квартала Сказали евреям Вот это гетто И всё Отсюда нельзя выходить И они не выходили Вы скажете Почему они не выходили Что они Сошли с ума Там заборы Люди А потому что Некуда было выйти Ты сделаешь шаг И сразу тебя убьют На месте Потому что На крышах Кто бы Латышские стрелки Называлось Да Помните Латышские стрелки Все проявили Как следует Они сидели На крышах И ждали Чтобы еврей Только перешёл Улицу Переходят улицу Пуля его настигает На месте Днём и ночью А для того Чтобы не потерять Качество И умение Вот эти наши Друзья Латыши Они ещё По утрам Стреляли В гетто Тоже Но немцы Сердились Поэтому Много нельзя Было Они просто Снайперское Искусство Разрабатывали Чтобы Упражнялись По людям По утрам Когда выходили На работу Немцы Сердились Потому что В отличие От славян И околославянских Народов Немцы Любят экономику Она должна быть Экономная И Они очень любили Чтобы евреев Использовали Они просто Убивали Немцы Не любили Чтобы евреев Убивали До времени Надо использовать А потом И с газовой Камерой Потом Можно уже Когда Последний Золотой звук Можно вытащить Можно человек отправить А просто так Взять И убить И закопать Это же просто Славянская голова Это же так нельзя Надо сначала Выжать из человека Все до конца А потом В газ отправить Это был Немецкий подход Поэтому немцы Не любили Когда это было Но латыши Очень тренировались И Вот единственный город Был такой интересный Что гетто Не обнесено стеной И никто не ушел Некто было А потом И взяли В конце концов Латыши Заставили Немцев И латыши Это сделали Латыши Не немцы Латыши Это сделали И всех убили Осталось То ли два То ли четыре человека Трудно сейчас Сказать Сколько осталось Вся этой истории По вывозу В Румбулу А еще Два человека Можно Три Четыре Не хочу сказать Но на уровне Такого Знаете На пальцах Которые Остались Они спрятались Даже в ревна Где-то Между домами И там По три Четыре Пять дней Без воды Без еды Были А потом Куда-то ушли И было Несколько Латышей Мы обязаны Сюда это Говорить Было Несколько Латышей Которые Спасли Ивреи Я одного Буду останавливаться Обыскать А сегодня Ну хорошо Кончилось уже Все Там Эстер Мордыхай Удалось Спастись А сегодня А где Сегодня Есть или нет Ну наверное Мы не Наивные Люди Понимаем Что В определенной Степени Это Джагестер По ним Есть Сегодня Для нас И не может Быть Мы не Видим По ним Это Внутренне Мы не Видим Как Всевышний Управляет Миром Мы не Понимаем Механизм Мы не Знаем До сих пор Неясно Все Что происходит С нашим Народом И Это Есть Систер По ним Ситуация Когда Нам Эта Суть Непонятна Переходим К третьему Галуту От Ана Ащит Эйцот Бен Авщи Третий Посыл От Ана Ащит Эйцот Бен Авщи Сколько Же Я Должен Эйцот Знаешь Повеца Совета Сколько Же Должен Сам Находить Сколько Ну он Гит От Своего Имени Сейчас Это Каждый Из Сколько Же Мы Можем Крутиться И Нет Совета Не У кого Спросить Нечего Решить Сам Должен Придумать И Не Могу Придумать Ответ Вот Как Делать И Что Делать Это По Большому Счету Понятно По Не Самому Большому Счету Можно Посоветоваться Можно Спросить Но По Супер Счету Понимаете По Самому Понят Такого Нет И Вот Это Давид Амгенов Спрашивает Сколько же я сам должен это искать И Не могу найти Искать Откуда мы знаем Что не можем найти Что не может найти Откуда Может он может найти Давид Амгенов Может он может Но мы видим Я Гон Бил Вови Печаль В моем Сердце Я Маг Ежедневно Все время Это Периодически Все время Но Более Интересный Тонкий Момент Хочу вам сказать В нашей книге Говорится Есть Йом Это день А Йом Это Самый Большой Какой Самый Большой День Недель Ну Понятно Суббота Не будем Даже Загадывать Сейчас Понятно То есть Получается Что у меня Печаль Даже В субботу А Суббота Не может Быть Печаль Это Давид Амгенов Усиливает Он Мог сказать Пехол Йом Но Хотел Сказать Йом То есть Во-первых Йом Это Каждый День Во-вторых Йом И в субботу Тоже И особенно В субботу То есть Когда Не должно Быть Есть И Вот Он спрашивает Сколько Это Может Быть Потому Что Эйцё Нет Этих Советов Нет Решения Нет И Печаль В сердце Есть И Сколько Может Продолжаться И Это У нас Аналог Какого Галута Помните Какой Третий Яван Почему Галут Яван Почему Это Третий Яван Ты помнишь Какой Греция Греция И все Эти события Ханукальные Он Уже Мы Приближаемся Кстати Скоро К Хануке Через Месяц С копейками Как говорится Будет Ханука Что Это Такое Опять Корот Мы Были Здесь Израиль Но Это Был Галут Как Ж Может Быть Галут Израиль Потому Что Измы Греческие В виде Ленизма И Концепции Восприятия Мира Устройства И Прочее Они Не Просто Были У Греков Ладно Жалко Греков Но Они Вошли В Нас Они Вошли В Сердца То Есть Уже Не Было Мировоззрения Еврейского Не Было Айця Не Было Совета Не Было Представлений Нет Ответов Нет Решений Потому Что Уже В голове Где-то Наполовину Тора Наполовину Не Дай Бог Эллинизм Четверть Туда Три Четверти Сюда Все Смешано Запутано Сплошь И Сегодня Вы Скажете Теперь Это У нас Я Разбираю Одного Человека Разбираю Народ Тогда И Ваш Вопрос Ко Мне А Сегодня Где-то Ну Указ Человека Ладно А в целом Есть Это Или Нет И Ясно Что Есть Потому Что Сплошь Рядом Мы Видим Бесконечную Смесь Которая Очень Печальная Я Гон Тут Говорится Я Печальная Потому Что Сплошь Рядом Нужно Зацепиться Обязательно Зачем Сегодня Свежащий Пример Может Вы Даже Не Все Слышат Завтра В газетах Будет Шуметь Во Всех Нашли Нет Нет Не убили Нашли Недалеко От Цфата Я точно Поскольку Слышал Только По радио Так Я не засек Точное Место То ли В Цфате То ли Там В тех Краях Инопланетянина Уже Нашли Что Можно Сказать Опять Очередного Зеленого Человечка Помню Он Рассказывал Как Корреспондент Я Рассказывал Не Помню Даже Из Воронежа Это сообщение ТАСС Было Оно попало В газеты Перепечатанное Во всем мире А мне Газета Известия Попала В 88 Году Это было Сообщение Корреспондента ТАСС Из Воронежа Что в центральном Парте Какие-то Зеленые Человечки Мы Вышли Из Той Страны Мы Понимаем Как Корреспондент ТАСС Зеленых Человечков Видит Значит Сначала Берется Зеленый Змей Пару Бутылок На Голодный Желудок И Потом Инопланетян Сколько Угодно Вокруг Почему Смеетесь Это Интересно Я считаю Это Научно Понимаете И Это Самый ТАСС Напечатал Это Серьезно Там был Скандал Увольняли Людей Но Они Случайно Серьез Потому Что Действительно Люди Верят В эту Чушь И В эту Ерунду Всякую И Вот Сегодня Инспектор Полиции Округа Приехал В этот Городок Где Нашли Зеленого Человечка Он Даже Есть Его Институт Медицинской Патологии Судебной Экспертизы Собирается Завтра Отправлять Но Хазерева Не Разрешают Они Говорят Они Не Забираются С ним Делиться Он Размер Так Я слышу Правда 10 Сантиметров Может Слухи Потом Уберите Не 10 Сантиметров Он Скромный А Кто А что На Других Планетах Почему Все Ваши Почему Не Известно Динозавры Были Пятиметровые Двадцатиметровые А мы Двухметровые Может Там Это Вообще Компактно Понимают Это Меньше Космический Корабль Намного В общем Он Там Зеленый Раз Неживой Два Его Нужно Судебную Экспертизу Три Неживой 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 Так что Работает Давайте Терпение Немножко Терпения Пройдет Несколько Дней И мы Узнаем С какой Планеты Все Рассказывают Я К чему Это Все Веду Что Все Время Видите Вот Вы Смеетесь Я Рад Что Я Немножко Развеселил Всегда Хорошо Семха Что Была Немножко Я Люблю Это Но Все Так Если Серьезно Все Время Мы Так Живем То Инопланетяне Нашли То Обязательно Нельзя Уже Ни Тору Верить Нельзя Уже Всевышний Ничего Обязательно Только Чтобы Где-то Было Чудо Обязательно Должны Рассказать Точно И Уверенно Они Знают Что Я Совершенно По Некому Ради Неважно Какого Выступал Там Человек Так Сказать Не про Зеленых Человечек Выступал Человек Который Учится В определенной Ешиве И Там Например Лично Я слышал Это уже Не звук Я сам Слышал И Черно По белому Он сказал В пятницу Был взрыв Версалим Вы знаете Были ранены Никто Не погиб Почему Никто Не погиб Ясно Что Никто Не мог Даже Потому Что Я цитирую Его Не мои слова Я так Не могу Говорить Мне Не ясно Мне Это Всевышний Ему Ясно А Этому Ясно Он учится В Ешиве Ему Все Ясно Он Открывает Книгу Он Говорит Недельная Глава Была Вайера На прошлой Неделе И Там Что В пятницу Читает Шестую Часть Недельной Главы Что Там Говорится Авраам Сдел Какой-то Недостойный Договор Он Сидит В Ешиве И он Про Авраама Говорит Какой-то Неправильный Договор С Авимелохом Сделал Неважно Есть там Медраж Нет Не в этом Дело Но он Вещает Про Авраама Что Он Ошибается Не Надо Делать И Вот Поэтому Арабы Вот Эти Филистимляне Он Увязывает Филистимлян Тех И Арабов Они Приехали И Взрыв Нам Хотели Сделать Потому Что Он Сделал Неправильный Договор С Авимелохом А В седьмой Части То есть В конце Недельной Главы Что Говорится Кидат Ицхак Что Говорится Ицхака Вот Хотели Убить Они Смогли Убить Вместо Него Барана Это Все Цитата И Вот Эти Два Барана Арабы Приехали И Погибли Вы Конечно Можете Смеяться И Я могу Смеяться Но Это Тотальный Бред Который Говорится По Ради От Имени Человек Который Учится В Ешиве Я Не Хочу Называть Ешиву Потому Что Я Знаю Он Представился Так Я Знаю Кто Это Так Я Вообще Лично Даже Знаю Этот Человек Я Знаю Кто Я Знаю Ешиву Это Тотальный Бред Я Только Надеюсь Что Он Сам Это Все Придумал Но По Стилю Мне Кажется Что Он Не Сам Что Есть Еще Крепкие Ребята Которые Так Думывают Что Так А Вода Зара В Чисто Выдумывает Нельзя 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 Открываю Здесь И Это Говорится Ада Ана Ощит И Нет У 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 Оттуда Афродита Туда Пришла И Отсюда Пришел И Аполлон Всякие Хорошие Вещи Дел Сколько Угодно Богатые Так Сказать Богатые Мировоззрение Богатые Решения Проблем Если Идет Дождь Потому Что Кто-то Нахмурился Из Богов Если Кто-то Не Нахмурился И Вот А Теперь Перехожу На Рамбама И Рамбама Говорит И Как Человеку Все Поэтому Понятнее Чем Что-то Такое Вот Как Мы И Вот Он Понятность Начинает Упаковывать Вместе С Легавдил Конечно Миллион Раз Сторый Но Понятнее Ему Ближе Все Это Ему Все Зеленые Ближе Ему Все Это Понятнее Ему Как-то Хочется Понимаете Ему Хочется Вот В рамках Чтобы Вас Наслышать Анекдоты Сегодняшней Газеты Из Интернешн Газеты Из Статья Про Москву Значит Там Анекдот В Москве Теперь Ну Положение Сами Понимаете Какое Ну Вы Поймете Связь С Анекдотом Значит Такой Идет Анекдот У России Два Сценария Только Две Возможности В русской Итории Ближайшие Один Сценарий Оптимистический И второй Пессимистический Оптимистический Это Если Инопланетяне Прилетят И помогут России Выбраться Из болота Это Оптимистический Сценарий Пессимистический Если Русским Самим Придется Этим Заниматься Третьего Нет Вот Есть Только Два Пути У нее Вот Понимаете Вот Это Оптимистический Это Пессимистический Я к чему говорю Я всерьез Сейчас Анекдоты Рождаются На определенной Почве Почва Действительно Вера В инопланетян Бред И все Но это у них А когда Это у нас Я сегодня Я же не про Москву Я же про Израиль Сейчас рассказывал До этого Инспектор полиции Всерьез Пошел И сказал Так Я слышал его Отчет Это было Сегодня в 6 часов То есть Свежие новости Отчет инспектора Округа Полиции Там знаете Какой там Подполковник Он пришел Честно Я не специалист По инопланетянам Я не знаю Ничего Поэтому мы Настаиваем Чтобы его Направить Абукабир В этот самый Знаменитый Институт Судебной Экспертизы Пусть там Разбирается Но мне Это все Очень странно Я ничего не знаю Я ничего не понимаю Я сам это видел Я не знаю Что это такое Зеленый 10 сантиметров Я не знаю Да я не знаю Сейчас не важно Из Чернобыля Принезли Что-то Не имеет значения Там Ладно Курицу Позеленевшую Какую-то Не будем Сочинять Ничего Подождем Увидим А почему Зеленый А это упорный слух Что инопланетяне Зеленые В Иране Их видели Якобы В Воронеже Их видели Вот теперь уже здесь Ищут Зеленые Знаете Кто ищет Тот находит Ищут Зеленые Я тоже Я не знаю Я не специалист Я не специалист А я Я по-еврейскому А почему нет А почему не зеленые А почему мне нравится зеленые Да Ничего плохого нет Работает Все Давайте Все Я прошу Пожалуйста Ну вы теперь поняли Что мы в греческом Галуте еще находимся Ясно да Всегда будете вспоминать Эти зеленые Фокусы Мы находимся Всегда Нет Я теперь серьезно говорю Это тогда мы лучше себя будем понимать Если мы будем это понимать Это большой ключ К пониманию себя И дальше мы говорим Четвертый Последний Там уже очень просто От Анна Ярум Ойви Алай Сколько мой враг Может надо мной Ну так сказать Быть сильнее меня Какой враг тут Давид Амелла Когда говорит От имени человека Это что Яцергора Внутри человека Сколько Вот А Яцергора Будет закончен Когда закончится Этот галут Поскольку он может Быть сильнее меня Сколько это может Продолжаться Это первое По-моему Это Эдом Это Весь мир Весь мир И поэтому Я на первую очередь Был рад Когда я помню Впервые Это конструкция У меня точная дата Знаю когда 82-й год По их календарю Июнь В 82-м году В июне Генеральная Ассамблея ООН Проголосовала Впервые Таким образом Все против Израиля Только Израиль Один Сам за себя Это была Ливанская война И так сказать Когда наши Войска Вошли Чтобы забрать 4 тысячи Танков и орудий Палестинцев Просто может быть Некто из вас Даже не знает Что там было Там было государство Палестинское государство На юге Ливана С десятками тысяч Оружия С десятками тысяч Обученных солдат Они были готовы Уже войти И освобождать Поговориться Свою родину Поэтому пришлось Зайти туда Немножко Зашли ненадолго Туда Организация Вденных наций Которая совершенно Терпела нормально Все эти войска И все эти Советские танки Там и ракеты И Катюша И все Никаких проблем ООН с этим Нет Но мне очень обрадовало Тогда это было По-моему 143-144 государства Теперь уже 154 появилось Размножаемся Так 144 государства Все против Израиля Это большой признак Это как бы В каком-то смысле Положительный признак Конечно Понятно Потому что Мы видим Это так должно быть От Ана Ярум Оеви Алай В единстве Оевд один Он же Язерра И он же То плохое Что есть В человечестве Как таково Отсюда не следует Что кара человек плохой Я это никогда не могу сказать Потому что это неправда Есть хороший человек Но глобально Вот корень Вот этот Эдомский Эйсавский Корень Он распространился На все человечество Сидит там Преодолеет человечество Прекрасно Очень хорошо Потому что Все равно Все придется В Иерушалай Прийти Тут никуда Не денется Никто Все придут Преодолеет Придут Не преодолеет Будет у них Беда большая Так вот Он спрашивает Сколько же Это будет продолжаться Что пока что Они над нами Они так Все против нас Они надавят И дальше Он хочет ответ Дать Ответ Давид Аминов Это все Он задает Вопрос А теперь Просит Четыре Вопроса Четыре Просьбы Будут Потому что Без этих просьб Ничего не получится Первый Это Хабита По отношению Галуту Вавилонскому Когда кажется Что Помните Тишкафен Ты Меня Навеки забыл То я Прошу только Одну вещь Посмотри На меня То есть Я вот перед тобой Посмотри на меня Хочу почувствовать Что ты смотришь На меня Легабит Не обязательно Но в данном случае Что он ко всему Легабит Мабад Да Взгляд Легабит Посмотри На меня Это первое Просто Это как молитва Идет Второе А ныне Гошем Элукай Ответ Дай мне Какой-то ответ Это по отношению Гестерпани Помните Когда скрыто Когда непонятно Когда Откуда спасение Неизвестно Это времена Гестерпани Вот откуда Мы не знаем А ныне Но чтобы был ответ Мы говорим Гошем Элукай Ты Нашей Ты Нашей судьбой Правишь А ныне Инопланетяне Вот это хочу сказать А ныне Это Требеденься Только ты Тогда можно сказать А ныне Третья просьба По отношению К греческому Галуту Мы сидим В греческом Что же мы хотим Греческий Галут Это Пхошек Алпнейтегон Второй пасук В книге Берешит Помните И там Вегарц Гайта Тогу Вагогу Тогу Это Вавилон Вагу Это Персия Бхошек Это Греция Алпнейтегон Бездна Это Четвертый Галут Эдон Не слышно Там Медраж Раба Так Поэтому Пхошек Это 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 Что Греция Почему Я прошу Тяжелую Несмотря на науку Несмотря на все Это Хошек Это Нам кажется Может быть Что это все Объясняет Это Рационализм Объясняет Это Наука Объясняет Но Это И есть Хошек Самый Настоящий В чистом Виде Так Поэтому Что ты Хочешь Когда Хошек Что тебе Нужно Когда Хошек Просьба Гаира Эйнай Дай мне Свет Глаза Я хочу Увидеть Потому что Хошек То есть Дай мне От всего Этой Дребедень Отойти И наконец Увидеть Как дела Как есть Они Надеются На Кашпировского И надеются На зеленых Людей И надеются На всякие Теизмы И вот Говорят Еще Такое Может Еще Сила Может Помогать Еще Сила Ничего Не Может Только Всевышний Это Третья Просьба Третья Просьба Первая Видимого Конца Мы Мы не знаем Год 50 лет Мы знаем Потолок Но он же Для поколения От того Что мы знаем Что осталось 250 лет Это не помогает нам Никто Из здесь Сидящих Не обижайтесь На меня Не собирается Прожить 250 лет По одной Простой причине Потолок 120 И хотя Я тут вижу Все сплошные Только молодежь Сидит здесь Но при всем То Какая бы ни была Здесь сидящая Молодежь Даже молодой Человек Только что Родившийся У него Максимум 120 лет Поэтому 250 Нас не могут В этом смысле Утешить Мы не знаем Может через год Может через 50 лет И поэтому Что мы говорим Не дай нам Умереть Конца Мы не видим Знать Мы не знаем И что Человек Когда не видит Конца Что он может Опустить руки Холодные Все Падаешь В сугроб И что будет В сугробе Тепло Ну сколько Будет тепло Немножко Тепла И все И так сказать И дальше Уже ничего Не будет Так это Просьба Давида Мелла От имени Каждого из нас И от имени Нашего народа Не дай Упасть В сугроб И в эту Фальшивую Теплоту Какую Упасть И там Тихо И умереть Перестать Быть евреями Вы что думаете Это шутка То что А ведь Это смех Например Можно пойти По линии Скажем Дело не в партии А мировоззренческой По линии мерец Считать Что евреи Не евреи Это одно и то же И все одно и то же И наша Страна здесь Должна быть Не еврейская А общечеловеческая И евреи Не нужны Наоборот Не надо Чтобы было еврейское Надо Чтобы все вместе были Чтобы все Одинаково было Это сугроб Где тепло Допустим Даже временно сегой Будет достаточно умный А не сделать то Что сделал Анвар Саддат Когда он пришел В фальшивый мир С Израилем Белым То есть Давайте дружить Отдайте нам Ваши земли А мы вам В ответ на землю Мы вам Эти бумаги Будем давать Чем больше земли Тем больше писем То есть Жалеть бумаги Не будем И тогда Еврейские сердца Расслабляются И тогда Сугроб появляется И тогда Мы в этот сугроб Падаем И нам хорошо Они приходят С миром Они говорят Что они нас любят Они уже дружат И мы уже с ними дружим Все хорошо Это сугроб продолжится Не дай бог Теоретически Пару лет И потом Мы знаем Чем сугроб Вот это Давид Амена Просит Он же понимает Что он просит Не дай нам Заснуть Он не говорит Не дай умереть Он говорит Пен Ишан Гаман Чтоб я не заснул Смертным сном Он не говорит О смерти Он не боится Что его убьют Он боится Не дай мне заснуть В сугробе В теплоте В удобстве Вот в этой фальше Так сказать Зеленой фальше Потому что Партия зеленых И тут мерец У мерец Второй зеленый цвет Официальный Кстати И зеленый все И вот это Инополитяне Это все такое Расслабляющее Действительно Если есть Инопланетяне Они будут Себя прилетать Причем Здесь тогда Евреи уже Знаете Есть человечество Есть инопланетяне Будем дружить Они нас научат Оптимистический сценарий Они все нам расскажут И это смерть Сразу Это сразу Духовная смерть И поэтому Так хочется Людям Которые не твердо Стоять Их можно понять Как сумасшедшие В прошлом году На пляж На Тании В Мацевиш-Аббат Выбежали Увидели Инопланетян Весь город Весь город В прошлом Или в позапрошлом В позапрошлом Пожалуй Нет Я беру слово В позапрошлом году Все выбежали В небе светились Как-то Нет НЛО А UFO Да по-английски Unidentified flying object Как НЛО по-русски И все увидели Неопознанные Летающие Все И это правда Их все увидели И по радио Передавали В данный момент На пляже В Натании Видны Неопознанные Летающие объекты И это самое ВВС Израиля Не поднимает самолеты Потому что На локаторах Ничего нет Проблем нет Это не то Что там самолет Прилетел в рожде И все видели это Тысячи людей Продолжалось Это Хагига Три часа До 12 ночи Видите Восстерпение Не хватает Подождите Я скажу Три часа Все видели Люди Не то что там Один Толпы видели Не пьяные Причем Ну и ребят Пошутили Они сделали Хороший змей Обклеили Его светящейся бумагой И запустили На сотни метров Повезло Там ветер Пошел Тепло Вверх Очень сильно И вот этот Змей летающий Там пару летал И светилось Все В лучах Солнце Это было Летом Заходило Солнце Все светило И эти придурки Тысячи людей Значит Тысячи людей Три часа Бегали по набережной И это самое Телескопы В бинокле Искали НЛО Солнце Это лето Опускалось Поздно И лучи Светилось И все Хорошо Бумага Выдавала Свечение Ребята Их полицию Потом Почему они Город обдурили Причем Не спрыг Не хотите Не надо Мы хотели Пошутить Это 16-летние Ребята Голову Нужно А я помню Это радиопередача Сейчас В Натании Прямо Видны Вот эти НЛО Радио Передавали Представляете Что делать Пен Последняя Фраза Перепред Последняя И теперь Обоснование Как Мошера Бейна Такое же Еще 3 минуты Мы закончим Почему Помните Это просьба На 4 галута 4 просьба А какое Собственно Основание Просить Помните Мошера Бейна Основание Это только Кто мы Такие Никто Но мы Говорим Чтобы не Сказал бы Враг Человечество Мы смогли Победить Этот народ Ибо Если Человечество Победит Еврейский Народ Тут Не проблема В еврейском Народе Вот это Величие Давида Мелоха Не свою Шкуру Мы должны Беречь Мы ее Должны Тоже Конечно Беречь Но мы Должны Беречь Ситуацию Что в мире Не дай бог Произойдет Что человечество Увидит Что нет Всевышнего Ибо он Обещал Нашему народу Вечность Существования Вечность В рамках Вечности Человечества А если Не дай бог Нет То тогда И его нет А это Допустить Невозможно И вот Это наша Позиция Не ради Себя А ради Тебя Не допусти Это То есть Яхол Теотто Смог я его Преодолеть Этот Еврейский Народ Айвим Мы знаем Это тот Самый Эдом Только что У нас Фигурировано Царай Ягилу Враги Мои Те Кто Меня Давит И притесняет Будет Взрыв Радости Ягилу Это Как Легалот Взрыв Радости Будет У всех Всеобщие Празницы На 3 дня На 33 дня Объявить Человечество Если я Пошатнусь Если я Пошатнусь Как народ Все человечество Будет Взрыв Радости Но это И будет Конец Человечества Не допуская Этого А что же Я У нас В Сидуре Эта фраза Повторяется Нескоро Я уверен Что у тебя Хесет Хесет Это проявление Активной Доброты Я уверен Я надежно Чувствую Что у тебя Всевышний Хесет Патах Тибазе Ягел Либи Сердце Мое Будет Тоже Ягел Либи Бишу Атех Тот же Корин Гила Тот же Корин Взрыв Радости Но смотрите Как точно Не Бишу Атех Как мы Сказали Но мы То кто Голова Наша Не совсем А Давид Амелов Сказал Правильно Бишу Атех Сердце Радуется Когда Ты Сделаешь То что Нужно Для тебя Твоя Ишуа Не важно Я спасусь Либи Важно Чтобы Твое Имя Было Спасено Здесь Чтобы Человечество Не отвернулось От этой Идеи Это Ишуа Шелха Ишуа Атех А вы Ишуа Помните Я много раз Говорил Это реализация Плана Всевышнего Что твой План Реализуется Вот Мое сердце Будет рад Тогда Ашир Алах Шелха Я буду Шир Хель Шир Это всегда Будущее Да Почему Гей Ашир Это Ашир Нет Это форма Ашира Ашира Это Очень большая Поэтическая Форма Ашир Алах Шелха Кегамал Алай Ибо Он Сделает Правильное Ко мне Отношение Будет Его Он Правильно Отнесется Он Правильно Отнесется И тогда У меня Будет Шира Помните Аз Яшир Моше В Исраэр И тогда Будет Петь Моше И еврейский Народ В будущем Времени Что Режим